Здравствуйте, друзья! У нас в студии гости. Не первый раз уже, правда? Да, второй. Ну, представляйтесь, гости. Меня зовут Катя. Так. Меня Рома. Катя и Рома, откуда вы приехали? Мы из Алматы, в Казахстан. А давно вы тут у нас? Полтора года уже. Так, полтора года. То есть вы в каком классе сейчас? Я десятый. Я в седьмом. В десятом и в седьмом. А всего у нас двенадцать. И вы ходите в разные школы? Да, он в миддл, я уже в хай. А живете где? Граница Сан-Ивэля и Санта-Клары. Так и в какую же школу вы тогда ходите? Я хожу в Вилкекс Хай Скул. Она относится к Санта-Клара Unified School District. Так, а какие рейтинги? Хорошая школа? Да, она восемь из десяти. Так, хорошо. А Рома? Я хожу в Питерсон Милл Скул. Это школа для и Санта-Клары, и Сан-Ивэля. Она как бы между ними. Так, Милович, Сан-Ивэл отвечает. А, это Санта-Клара Каунти? Да. Но города, города, и Санта-Клара, и Сан-Ивэл. Понял, понял. Хорошо. Да, и рейтинги у нее тоже хорошие. Так. Дети не безобразничают, в смысле там подраться? Да нет, если честно, я такого еще ни разу не видела, и как бы и не курят на кампусе, что самое главное, потому что из других школ, я девочкой говорила, она была. И то ли Фриман, только это другая школа, и там курили марихуану прямо на кампусе, в туалетах. То есть, разные дети бывают, такой вывод можно сделать? Да. Хорошо. Может быть, у вас там они курят, а вы их просто не видите? Ну, не знаю. Хорошо. То есть, если не марихуану, а просто курят, то это как бы можно. Так. Не рекомендуется. Хорошо. Нам сказал ваш папа, что вот вы что-то хотите про школу рассказать. У вас есть что-то такое, что требует немедленного рассказа? Про школу? Да. Мне кажется, нужно начать с Рома, потому что у него таких много, очень жизненных историй. Давайте. Рома? Начну с того, что у нас в Казахстане в школе, у нас в туалетах не было туалетной бумаги. И то есть, надо было спросить учительницу, можно туалетную бумагу, чтобы сделать дела? И потом она перед всем классом идет, чтобы открыть шкаф, потом достает эту туалетную бумагу, и тебе дает в руки, и ты перед всем классом с ней идешь в туалет. Так, подождите, но можно ведь с собой перенести, ведь у родителей дать бумагу, сунуть в портфель, например. Но я все время ходила дома, так что... То есть, идешь в школу на весь день, зная, что в туалет не пойдешь? Да. Друзья, это тяжелое действие. Да, хорошо. То есть, я пытаюсь, я просто вас слушаю, я пытаюсь вспомнить, как было в наше время. В наше время вообще туалетной бумаги практически не было, ни в школе, ни дома. Ой, господи, надо будет с женой посоветоваться, не помню. Не помню, с чем у нас там. Ну, у нас точно не было туалетной бумаги, это сто процентов. Хорошо. Так, с чего дальше? В Америке тут... Еще я понял то, что надо учительнице сразу говорить, можно я выйду в туалет? А у нас, как бы, в Казахстане я ходила в американскую школу, и там нужно было говорить учительнице, may I go out, ну, можно выйти. Да. И вот, когда я приехал в Америку, я сказала учительнице, may I go out, она такая, куда ты хочешь выйти? Она, то есть, не поняла то, что я в туалет ходила. И потом я сказала, я хочу в туалет. Да, здесь принято прямо так вот. Знаете, бывает вот так, сидишь там на митинге, и менеджер говорит, мужики, две минутки, пойду пописываю и вернусь. То есть, он совершенно конкретно говорит, как-то это не считается, да, да, такая культура специфическая. Хорошо. Чего еще есть у вас в школе смешного? Смешного? Ну, я сейчас беру кулинарию, это как elective, и получается... По выбору такой предмет, по выбору. Да, по выбору. И кулинарии, это вообще у нас в школе самый далекий класс. Мне кажется, ну как, он такой самый отдаленный от вообще школьной жизни, и получается дверь кулинарии и дверь мужского туалета. И я, ну вот, наверное, в начале года, месяца три, я всегда промазывала, открывала дверь мужского туалета. И как-то один раз я вышла из класса, шел урок, я вышла попить, я захожу в класс, вижу, выходит мальчик, а дверь открытая, я такая ему говорю, я захожу и говорю ему, thank you for holding the door, спасибо, что дверь придержала. Он в таком недоумении, огромные глаза и убежал. Потом я сматриваюсь, о, черт, это же мужское туалет, а не кулинария. Да, понятно. А что, нет, написи никакой нет, ничего? Есть, но просто двери очень близко, я как-то, я уже не смотрю на стены. Дверь открыта, ну, зайду. Ну, хорошо, ладно. Так, а что вот, если сравнить со школой в Алма-Ате, да, что-то есть такое кардинальное отличие? Вот люди, которые сейчас живут в Алма-Ате, думают, вот, приедем мы в Америку, пойдут наши дети в школу, а там, вот, что там такое, чего надо знать, и что так не догадаешься? Если честно, знать нужно все. Я, наверное, вот, ну, первые пару дней вообще ходила в эйфории такой полной. Я ничего не понимала, но я улыбалась. А улыбалась-то что? Потому что все новое, и как бы не хочется ходить с кислой миной. А все улыбаются? Все улыбаются, причем учителя, дети, я не знаю, от... Сантехник, сторож, все тебе говорят, привет, спрашивают, как дела. И, конечно же, приятно, и как-то уже улыбка сама на лицо набрасывается. Уже, а нет ощущений, думаешь, что же я как дура-то хожу тут, улыбаюсь? Да нет, допустим, я сейчас дура чувствую, там, вроде, когда не улыбаюсь, потому что все улыбаются. Так. Как-то это очень заразное, и привыкаешь уже. Ну, допустим, сейчас я буду брать социологию после школы, этот университетский класс. Я буду преподавать, вроде бы, профессор из Дианзи, и почему я беру предмет, потому что, во-первых, меня это интересует, я люблю быть чем-то занятой. И, во-вторых, если я пойду в колледж на какую-то профессию, этот предмет мне нужно будет брать. Если вы не учащего в школе, не в колледже, уже не нужно будет за него платить, я, как бы, закончу чуть быстрее, чем, может быть, остальные. Это называется AP Placement. Да, AP. Да, Advanced Placement. Advanced Placement, да. Значит, дело в том, что, я ребятам нашим объясняю, что, действительно, в школе, в некоторых обстоятельствах, не обязательно всегда, но в некоторых обстоятельствах можно брать класс уровня колледжа. И он засчитывается сразу и за школу, и за колледж. И вот у нас дочь, например, когда закончила школу среднюю и поступила в Бёркли, она уже, как бы, могла закончить его за два года. То есть у нее уже на два года было взятое классы, но она не хотела это. Она хотела четыре года поучиться. То есть так вот, хоть денег, конечно, и стоит, но студенческая жизнь. Так а ты хотела бы где учиться потом? Я не знаю, если честно, у меня, как папа говорит, большой список на 10 листов и совершенно разные профессии, начиная с доктора и заканчивая тестировщиком. Так что, большая рейндж профессий. Ну, хорошо, но тестировщик там не надо в университет ходить учиться, а... Можно к вам прийти. Можно, конечно, нет, а если учиться? Если учиться, ну, я не знаю, ну, такая массивная и большая мечта, это, конечно же, Стэнфорд, который за забором, грубо говоря. Ну, подожди, ну, Стэнфорд это университет, а чему учиться стоит? Да, ну, вот я говорю, или медицина, или уже айтишная сфера. Ну, хорошо, ладно. Так вот ты учишься в 10 классе, у тебя впереди еще, там, ну, грубо говоря, два с половиной года. Дети уже как-то, они выстраиваются в какую-то линию, какие предметы брать, чтобы поступать вот в тот университет, этот университет, вот такая профессия, сяка, или они подряд все молотят, или им без разницы? Ну, вот, лично у нас в школе много разных IP и онлайнерс-классов, и, допустим, если человек хочет идти в медицину, то, конечно же, он будет брать усиленные предметы, которые именно сфокусированы на биологии, химии и всем в этом духе. Допустим, из моих друзей уже многие знают, кем хотят быть, но, опять же, они, мне кажется, знаете, все очень по-разному. Некоторые знают, некоторые не знают, и вот вплоть до 11-го или, ну, как в нашем случае, 12-го класса, они еще не определились. Поэтому говорить за всех сложно, но вот из моих друзей, да, это большинство врачей и инженеров. Такой вопрос. Если посмотреть вообще на детей вокруг, там, в школе, есть такое, что все, или там почти все хотели бы получать какое-то высшее образование, или есть много таких, которые говорят, а чего там, пойду там в магазин буду продавцом, там, как вот? Ну, это, конечно, может быть, прозвучать очень стереотипно, но вот много латинцев, они не хотят идти за высшим образованием, прям очень много. А уже азиаты, индусы и белые, они, они как бы идут по такому стандартному пути, это школа, университет и потом уже работа только. Ну, для латинос школа и работа, это тоже стандартный путь. Да. Потому что они многие работают на таких работах, там, и в строительстве, и на озеленении, там, и в сервисе очень много. То есть они видят своих родителей, и они говорят, так, пойдем. Хорошо. А в этническом, как бы, ключе, вот какой состав в школе? Этнический у нас очень много азиатов, и это разные филиппинцы, индусы. Ну, много это что, половина, больше половины. Сейчас скажу. Процентов, наверное, 50 – это азиаты, потом идут, ну, может быть, 30 – это уже латиносы, и остальные – это белые. То есть белых меньше всего? Да. Но не обижают их? Нет, нет. Как бы, школа очень дружная, и поэтому, когда спрашивают о разном буллинге, допустим, я такого не замечала. То есть когда дразнятся, издеваются? Да, такого нет. А вот по степени дружелюбности, вот, например, кто более такой открытый дружелюбный, скажем, латинос или, например, там, вот из Азии? Фуф, это сложный вопрос. И мне сложно ответить, потому что у меня много друзей, и они из разных наций. Мне кажется, и они, в принципе, все американцы уже, они здесь родившиеся, и с детства они привыкли быть улыбчивыми, и если даже ты им не будешь нравиться, они просто с тобой не будут говорить. Но такого чего-то плохого не будут делать все равно для тебя. Ну, хорошо. Знаете, такое слово? Радушный. Вот человек радушный. А, радушный? Вот латинос, они в целом радушные? Да, они как бы, они очень веселые, они очень бедные, там, у них, эти, их песни одни чего стоят, с таким мотивом, который в пляс тянет. Да, да, это есть, это есть. Хорошо. Ладно, так, движемся в middle school. Значит, в middle school, что движет с детьми? О чем они там думают? Они вообще не думают о том, что там потом будет, там, о профессии, о работе? Да, они так не думают. А что у них, вот, айфон, какая-нибудь игра, ну, что-нибудь, о чем разговаривают дети? В принципе, разговаривают о многих вещах, от спорта до, не знаю, космоса, так можно сказать. Ну, хорошо, но вот есть такие вот темы, ну, что сегодня там все обсуждают, вот, допустим, вот там Маша пришла в такой кофточке, вот все девочки обсуждают кофточку. Или вот там пришел, там, вот Рома пришел, а у него там на смартфоне такая игра, вообще там все вот хотят такую игру. Нет, мне кажется, в middle school они уже повзрослели. Мне кажется, в elementary school таком еще обсуждают, а middle school нет. Ну, вот одежда, например, не является предметом обсуждения. Да, одежда не является. Какие-то прибабахи, там, я не знаю, часы, ювелирное что-нибудь, там, я не знаю, ну, вот, скажем, то, что человек на себя может надеть, это не является предметом внимания? Нет, у нас в школе никто часы не носит или там всякие ожерелья никто не носит. Они у нас запрещены вроде. Так, но время, а смартфон можно с собой? Смартфон, да, но его надо выключать, как везде, в принципе, время урока. Хорошо. Когда можно пользоваться смартфоном? После школы и до школы. То есть на перерыв не включают? Нет. Окей, хорошо, то есть не то, что они сидят на уроке и давай там в своем смартфоне там ковыряться? Угу, такого нету. С точки зрения отвлечения, вот я педагог, так, я веду урок, я вижу, там вот сидит Рома, и что-то он меня не слушает. Вот, что делает учитель в такой ситуации? Учитель просто называет твое имя, тем самым привлечь твое внимание. Ты смотришь на учителя, учитель смотрит тебе в глаза, и потом как бы ты уже понимаешь, что лучше тебе уже перестать, и так ты потом слушаешь. То есть не говорит, вырастешь дворником будешь. Нет, никто так и не говорит. Здесь за это можно вообще засудить школу. Ну, то есть, что обижают. Никто не знает отметок, оценок, которые вы получаете? Отметок нет, но... Официально они не... Вот это мы поставили двойку, он плохо себя там ответил. Нет, 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 конечно, друзья, вот, друг другу свои оценки показывают, а то они спрашивают, можешь ли ты мне их показать, или что-то типа, вот, какая у тебя оценка на химии, может ли ты ее сказать, если... А почему им это интересно? Сравните, все же любят на других смотреть и сравнивать себя. Есть такое, да? Конечно, но везде. Если, допустим, оценка лучше, чувствуешь себя идиотом. Если у друга хуже, чувствуешь себя каким-то умным человеком. Ну, то есть, тогда надо спрашивать только у тех, у кого ты подозреваешь, что оценка хуже. А то все время будешь... Чтобы лучше себя чувствовать всегда. А то будешь себя идиотом чувствовать, получается, неудобно. Ну, хорошо. Все-таки к вопросу о том, что вот, что нужно знать, а вы говорите, все нужно знать. Ну, вот, какие неожиданности могут человека поджидать? Ну, хорошо, он улыбаться должен. Ну, мы поняли, улыбайся. Приятно, в Америку улыбайся. А вот что, какие-то подводные камни, может быть, на неприятности какие-то можно нарваться, если что-то? Ну, что я поняла, в Америке, если тебе что-то нужно, и тебе говорят, хорошо, мы этим займемся спустя какое-то время, это значит, они этим никогда не займутся. Если у тебя какой-то есть appointment, и ты его ждешь, его ждать не нужно, нужно просто прийти уже и перед фактом поставить человека. Потому что здесь они хоть и говорят время-деньги, но нет, это не так. Они все очень едино делают, и вообще у них есть такая тенденция все забывать. Это в бизнесе время-деньги, а в госучреждении все наоборот. То есть, если я пришел на appointment, то это моя ответственность, чтобы напомнить им, что я пришел, и что у меня есть appointment. Потому что если я пришел и просто сижу, то никто не вспомнит, что у кого-то там есть appointment. Нет, вообще. Нет, это и к врачу тоже самое. Пришел, говоришь, вот я такой-то, а они отмечают, да, пришел. Да, это правда, с appointment это хорошо, так. Допустим, что еще? Ну вот, мне кажется, в Алма-Ате все дети, они очень тактильные, они вот друг друга, как сказать, друг друга внимаются, касаются. Американцев у них нет, у них есть такая своя, как называется, space. Да, privacy, например. Нарушать, да, privacy, space, его лучше не нарушать. Они разве не обнимаются тут? Ну, это потом уже, когда у тебя человек-друг, ты его обнимаешься и говоришь, как с обычным человеком. Так. Ну, я все равно всех обнимаю. Даже не знаю. Ну, вот, допустим, мы обменивались на Рождество подарками, и я была одна, ну, кто вот людей обнимал за подарки, причем. То есть он тебе подарок, а вы ему хак. Так, русская гречка. Да. Жаленая. Я не знаю даже какая. Ну, обычная. Ну, да, да, в Америке просто продается не жаленая. Ну, и, конечно же, стали спрашивать. А они что такое backwit? То есть гречка в английском? Понятия не имеют. И девушка говорит, вот, а на русском у нее спрашиваете. И теперь у меня такой целый лист заказов. На гречку? Все, гречку, да. И я всем дарила гречку. Подождите, они ее едят потом? Да. Это известно, что едят? Нет, им просто интересно. Они же любят все собирать. Ну, вот я им подарила, они очень, меня прям очень многие просили им подарить гречку, потому что ее сложно найти. Вот, получили. Это очень странно, потому что в американских магазинах продается гречка. Да? Конечно, да. Backwit продается, все равно, да. И в пакетах бывает, и растворимые каши всевозможные, и там, ну, во всех видах. Во всех видах? Ну, хорошо. Значит, гречка с кузьмичом, я понял. А вот эта русскость, или там как-то казахскость, вот эта русскоязычность, она как-то вот проявляется? То есть вот люди интересуются, ой, а ты откуда, а что там, а как? Да, да. Нет, ну, мы как бы, мы хоть английский и знаем, в принципе, мы говорим уже fluent на нем, все равно акцент есть. И, как бы, мы от него только benefit from that. Допустим, потому что у людей сразу, у них, как бы, интерес, у нас уже есть тема поговорить на это. И я очень рада, что, как бы, они спрашивают, и... А что вы будете спросить? Откуда ты, расскажи о своей культуре. Один раз меня мальчик попросил спеть гимн Советского Союза. Почему Советский Союз? Я не знаю, почему, я вообще была удивлена, что он вообще знал о Советском Союзе. Да, да. То есть не сказал «Раша», а сказал «Совет Юниен». Да, «Совет Юниен». Окей. Я такая в ступоре, я, конечно, знала, но я никогда не думала, что в Америке я буду это петь. Причем... А вы знали, что спеть? Ну, несколько первых срок, да, а потом он такой, больше, больше, и я там уже выдумывать начала. Вы стали мурку петь. Мурку. Нет, причем вот в этот момент проходила русскоговорящая учительница, и мне так стыдно стало. Так. А есть русскоязычные учительницы? Да. У нас, ну, сколько человек, может быть, пятеро-четверо русскоязычных женщин в школе есть. Педагогов. Да, педагогов. Ну, хорошие. Да, очень милые люди. Одна в декрет ушла в этом году. То есть будет больше педагогов со временем. Хорошо, ладно. А какое-то не было отторжение какого-то на этой почве, наоборот, как бы интерес? Нет, у нас в школе очень мало вот именно русских детей, студентов, которые учатся. Вот, их можно посчитать по пальцам одной руки. Но у вас есть такое, что вы где-нибудь там на переменке там соберетесь, там все, или там частично, и там по-русски болтаете? Да, да. О чем? Да, обо всем. Как день прошел, как были выходные, уже делала нового. А вот американцы в школе, они сплетничают? Со мной нет. Ну, а так вот, Саша, не слышно, что в сплетничном? Да, не знаю, мне кажется, это есть везде, могут обсуждать. Но это, в принципе, как везде. Женщины любят сплетничать. Политическая жизнь детей касается. Вот они обсуждают, там, Обаму, Трампа, там, может быть, Клинтон. Есть там что-нибудь такое политическое? Нет, нет. Ну, они могут, хотя, допустим, когда говорят, когда узнают, что я русская, мне все говорят, о, I'm so sorry for our president. Типа, извините, нам так сыпно за своего президента. А, перед тобой? Передо мной, да. Если был, как Владимир Владимирович. Хотя они же, у вас там Назарбаев все еще? Да, Назарбаев, да. Уже 27 лет Назарбаев. Конечно, по сравнению, я Назарбаев помню, еще при коммунистах был. Он всегда будет. Да, ну, хорошо, то есть они просто не очень понимают. А они различают, там, Казахстан, Украина, Россия? Ну, это смотря какие дети, допустим. Я, как бы, я общаюсь уже с такими, как сказать, более, не хочу назвать интеллектуальными, но у людей, с людьми, у которых, в принципе, большой кругозор. Казахстан, они, конечно, не знают, но, что я русская, и когда говоришь, что он возле России, до них как-то доходит, и они понимают вообще, где это, географически. Ну, то есть не сильные в географии. Понятно. Так, уходим в среднюю школу. Значит, урок много задают? Ну, средние. Но обязательно делать? То есть не ругают, если не делать? Ну, вот, нет, не ругают. Ты просто отдаешь свою домашку учительнице, и если ты ее не сделал и ей не отдал, она тебе ничего не говорит. Но они реально проверяют то, что ты не делаешь? Да, они проверяют. Реально? И чтобы нам замечания какие-то... Да, такое бывает. Ну, хорошо. А отметки как ставят? На основании чего? Ну, как бы, вот на математике 80% его grade уходит на тесты, а 20% домашние задания. Ага, отметка. То есть, когда я выставляю эту отметку, то один, ну, скажем, по пятибалльной шкале, это был бы один балл за то, как ты делаешь домашнюю работу, а из четырех, как ты в классе работаешь. А какие-то тесты там, я не знаю, есть? Да, есть. Каждый, можно сказать, месяц это тесты такие. Ну, простые тесты или надо готовиться? Надо готовиться. А вот квизы, они каждую неделю, и они легкие. А есть такое, что нужно вот целыми днями там читать, как-то там сто страниц прочесть, вот такое? Да, нет, такого еще нет. А у вас там? Да, ну, у меня, в принципе, сложные уроки. У меня это IP и ONOS. Вот IP это Advanced Placement, это университет уровня. Да. Ой, университет там. Да. А и... А ONOS это что? ONOS это, ну, допустим... Они не обязательно IP, да? Да, ONOS это классы с усиленной трудностью. Продвинутой. Да. И к ним, да, к ним нужно готовиться, допустим. У меня IP, европейская history, и у нас один параграф, это 50 страниц от 4. И каждый день ты читаешь около 8, причем это без картинок. Чего 8? Страниц. А, не параграфов. Нет, не параграфов. Страниц. Ну и как бы сложно, но очень интересно. Европейская история. А там какая у вас Европа-то? Европа, у нас, допустим, сейчас, значит, ну, сейчас, вспомните по паникулы. Германия, и то вот, не которая сейчас Германия, а Священная Римская империя, это нынешняя Германия, очень много мы посвятили французской революции, то есть Франции и Британии. Вот я прям не могу дождаться, когда мы будем в России. А там Екатерину Вторую какую-нибудь подберете? Да, да. Хорошо. Ладно. То есть, жить можно, короче. Жить можно, да. Какой-то, может быть, совет, давайте, осталось нам пару минут с вами, значит, какой-нибудь совет тем ребятам, которые собираются, вот, допустим, в Соединенные Штаты, и чего-то, может быть, опасаются, вот что-нибудь посоветуйте, вот как заранее к чему-то, может быть, подготовиться? Самое главное, это не бояться. Допустим, в том году, мы когда только приехали, вот я год говорила только с русскоязычными, и у меня было очень мало друзей среди американцев, и, конечно же, жить было скучновато, потому что у меня была одна подружка, она как бы и есть, она моя самая лучшая, она русскоязычная, но все равно, как сказать, круг общения нужно расширять, и, конечно же, самое главное, это побороть свои страхи. Что касается учебы, это смотря от каких классов ты будешь брать, будешь ли ты брать EP и honors, или обычные классы, и уже от этого ты будешь исходить, тебе нужно будет очень много, очень много учиться или нет. И поэтому, в принципе, ничего невозможного нету, и самое главное, это побороть свои страхи и трудиться. А какие страхи вот? Страхи, у меня, допустим, было говорить, я хоть и хорошо знала английский, у меня это говорить и заводить новых друзей, потому что все-таки все очень разное, и, как, допустим, этот пример с тактильностью в Америке, ну, все подняться с опытом и ошибками. Хорошо, но вы не только, там, вы можете и кошечку, и собачку, там, погладить или, там, обнять. Да, да. Вот, хорошо, так, давайте, Роман. Вот, я добавлю Кате то, что не бояться, нужно не бояться то, что в туалете нету туалетной бумаги. Это самое главное. Да, это самое главное. То есть, не бойтесь, она есть. Да, она есть. С собой не носите. Так, ну, это не самые большие страхи. Ну, а вот, а ты приехал, ты тоже сразу по-английски мог нормально? Ну. Сколько времени прошло, пока ты почувствовал себя более-менее уверенно? Ну, может, месяц, месяц, где-то так. Но ты учил до этого английский? Да, я учил. У тебя было ощущение, что ты уже прилично знаешь, пока вы там были дома? Ну, можно сказать так, больше среднего. Больше, больше среднего, но, тем не менее, месячишка ушел, пока ты стал более-менее понимать. Да, да. Ну, сейчас очень мало вещей, которых непонятно, как сказать для меня. Ну, бывает. Да, бывает. То есть, по-русски бы сказал, а вот по-английски не, нет. Или как? Да, да, да. Ну, что же, то есть, английский как бы тоже не страшно получается. Да, это он очень простой язык, и ты можешь его... Если ты будешь с американцами или англоговорящими говорить, то тогда ты быстро схватишь его. А если будешь с русского переводить, тогда проблемы? Ну, да. Не переводится так. Ну, потом, знаете, потом уже другие проблемы, допустим, у меня сейчас. Мы начинаем с Ромы уже языки путать. Приходим домой, и мы можем уже говорить на английском. Допустим, у меня... Я беру французский в школе, и мы что-то делали с team members, создали диалог. И что-то... Я пишу на французском, мы говорим на французском. Подходит ученица говорить на английском. И я опять нут всем совсем говорил на русском. Причем тут за соножки. Я что-то говорю, говорю, говорю. Олег, какой интересный французский язык. Мне нравится твоё произношение. Оно из Леона. Я говорила, и причём в тот момент я не заменяла английскими. Они не остановили тебя. Нет? Они были обескуражены. У них были такие же огромные глаза, как у этого пацана из туалета мужского, когда я зашла. Ну что же, хорошо. То есть это хорошие проблемы, друзья. Это гораздо лучше проблемы, чем когда надо сказать, и не можешь. Или там, хочешь в туалет, хочешь попросить в туалетную бумагу, а как попросить, не знаешь. Да. Ну что же. Хорошо, ребятки. Спасибо большое. Давайте мы так всем помашем рукой. Пусть не переживают. Всё будет хорошо. Правда? Да. Всё. 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 Субтитры создавал DimaTorzok